Ну что ребята, играли уже в новый эксклюзив от Sony Ghost of Tsushima? Я вот недавно прошел его полностью и мне есть что вам рассказать. Игра вышла в 2020 году на приставке PS4 и PS5, а годом позже вышло крупное дополнение Остров Ики. Но о нем позже и подробно. Игра от известного разработчика Sucker Punch, который уже выпускал игры в открытом мире. Самая громкая из них серия Infamous. Мы попадаем в древнюю Японию, где противостоим монгольским завоевателям в лице отважного последнего в живых самурая Дзина Сакая из Ярикавы. Звучит как-то знакомо, да? Почти так же как Геральт из Ривии. Игра я считаю очень похожа стилистически и многими геймплейными моментами на игру Ведьмак 3, но об этом чуть позже. Островный геймплей построен на борьбе в ближнем бою на мечах. Немного стелса и битв на дальних дистанциях с помощью лука. Понадобится заниматься поиском уникальных доспехов, сбором ресурсов и прокачкой навыков. На карте очень много точек интереса, где нужно будет тренировать мастерство меча, играть на флейте и даже сочинять хокку. Хоть игра и много нагло тырит из Ведьмака, есть у нее свои уникальные фишки, которые здорово подыгрывают атмосфере. К примеру, в игре отсутствует полностью миникарта, а чтобы понять куда идти, вам подскажет ветер, кроны деревьев и ряб на воде. Достаточно провести пальцем по тачпаду. Поначалу очень непривычно, но через часик просто кайф. Особенно, респект хочется выразить разработчикам за то, что они очень медленно и плавно обучают управление и новым кнопкам. Буквально раз в три часа учат новому муву или удару. Ведь если вывалить все управление в начале, вы просто за голову возьмете и дропните игру. А так, только тебе начинает быть скучно, как по щелчку появляется что-нибудь новенькое и освежает геймплей. Ветка прокачки очень обширна и разнообразна. Кто любит покопаться в интерфейсе и сравнивать параметры, скучать точно не придется. Персонажи хорошо запоминаются и побочные квесты с ними выполнить стоит. А вот случайные квесты, откровенный мусор и трата времени, лично я бы в них зависать не советовал. А вот как раз что бы я хотел порекомендовать, это проходить сюжет не в отрыве от DLC Остров Ики. Ведь там таится чуть ли не половина ответов на дыры в сюжете. Видно, что игру искусственно урезали, чтобы продать дополнение. Там очень много рассказывается про отца Дзина и сам геймплей интересный, добавляются новые враги и механики. Конечно говоря о плюсах игры, настоящее преступление не упомянуть шикарную графику и природу Древней Японии. Раскидистые ветви сакуры, яркие поля из цветов, шикарная флора, фауна, горные ландшафты. А реки и озер это отдельная песня. Даже на PS4 смотрится как шедевр. Любуешься и кайфуешь. Цусими конечно далеко до Ведьмака 3 в плане проработанности мира и диалогов, но она пытается. В призраке вся слежка за противниками это тупо ходить по следам, когда предлагают сделать это в 15 раз и это конечно так себе. Геральт гораздо избирательнее умел выслеживать противников, например по запаху или звуку, каплям крови, обломкам веток и так далее. А наш Джзин только ходит по следам из грязи. Но зато битва с боссами в Цусими это произведение искусства. Камера меняет угол и вы на арене боретесь, когда побеждаешь чувствуешь действительно удовлетворение, кайф от победы. На прохождение игры у меня ушло где-то часов 50. Местами игра сложная, местами скучная. Но если отбросить нюансы, игра великолепная и с ней точно стоит познакомиться. Если у вас на полке нет Соньки, то в 2023 году обещали ее слить на ПК. Я каждый вечер думал, ну вот сейчас игра закончится, она все продолжалась и продолжалась. Спойлерить не буду, но вы хорошо попотеете, чтобы увидеть титры. И возможно джойстик ваш тоже пострадает от выплясывания комбами потными руками. Лично я бы поставил игре 9 из 10. Пол балла за скучные квесты и пол балла за недоделанный мир. Но в целом, конечно, игра скорее шедевр, чем нет. Есть здесь и грустные моменты, есть и шутки, где посмеяться. В принципе, игра очень разнообразная. Можно гриндить, искать точки интереса, прокачивать все подряд, вплоть до мелодии на флейте. Искать какие-то доспехи, потом их улучшать, искать ресурсы, все везде исследовать. Это все будет, в принципе, тоже довольно интересно. Но мне всего хватило. И по сюжетной ветке, когда я пробежался, мне всего это с головой. Больше, в принципе, нет желания возвращаться и копаться, что-то там искать, какие-то мелочи. Но я знаю, что многие люди есть, которым нравится заполненность мира, вот эти все нюансы. Игры на флейте, сочинять хоку и так далее, и так далее, и так далее. То есть заняться есть чем. Прокачка, она очень неторопливая. Есть быстрое перемещение, есть перемещение на лошади. То есть проблем в этом не будет. Хотел добавить последний босс, вот этот, который самый главный, вот этот злодей монгол. Я его мочил просто, не знаю, до пяти утра. И сидел, у меня уже руки уже намокли. Все, уже кнопки все трещали. Там еще, и еще одна фаза, вторая, третья. Я просто сидел, не знаю, нервы были так наколены. Не знаю, вот в воздухе такая атмосфера была. Я прям был такой злой. Я хотел все уже до конца доделать. Это были, короче, непередаваемые ощущения, когда в итоге я его победил. Просто с каким-то трудом. Там надо знать уже все кнопки, все увороты, тайминги. Просто миллисекунды. Ты должен понимать всю игру, чтобы пройти этого босса. Если ты хотя бы что-то не знаешь, или что-то не понимаешь, у тебя просто нет шансов его пройти. Но зато, когда ты его проходишь, это вот просто концентрированный, чистый кайф. Когда вот, да, типа победа. Вот это чувство, оно очень редко бывает в играх. И вот здесь оно было, типа, это реально финальный босс. Самый сильный и так далее. То есть, ну, это реальное ощущение того, что ты вот превозмогаешь. У тебя мозг начинает работать на 150%. Ты начинаешь предугадывать, что-то придумывать, менять какие-то комбинации бонусов. Без них, без понимания, просто невозможно пройти. Так, ну на этом, ребята, будем заканчивать обзор игры Ghost of Tsushima на PlayStation. Если понравился ролик, ставим лайк, подписываемся на канал. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok